Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Анна и рубрика Beauty Находки. В этой рубрике мы с вами рассматриваем продукты уходовой и декоративной косметики, которые я попробовала за последнее время, которые мне понравились, и я могу вам их рекомендовать. Ну, также продукты, которые я попробовала, но они, может быть, мне чем-то не совсем понравились, и я тоже должна вас об этом предупредить. Сегодня у нас будет уходовая косметика и декоративные продукты для волос, и для лица, и для тела, поэтому я считаю, что посмотреть ролик стоит. Еще и потому, кстати, что все продукты здесь достаточно бюджетные, до 1000 рублей большинство продуктов, а некоторые продукты даже в районе 300-400 рублей, поэтому я думаю, каждый здесь для себя что-то почерпнет нового и интересного. Также все бренды, которые сегодня представлены на моем столе, это бренды российские, отечественные, и львиная доля продуктов произведена именно на территории Российской Федерации, что тоже не может, конечно же, не радовать. Ну и давайте начнем с вами, пожалуй, с декоративной косметики. Первое, что я вам покажу, это тушь от российского бренда Anvignon. Я заказывала ее на Wildberries тушь черная 3 в 1. Что такое 3 в 1? Это длина, объем и разделение. В общем-то, три кита, на которых лежат просто красивые ресницы. Это тушь с классической формулой и с маленькой силиконовой мягкой щеточкой. Ну, знаете, наверное, она не такая уж маленькая, стандартная такая силиконовая щеточка. В форме елочки. Я очень люблю силиконовые щетки для ресниц. И вот эта щеточка, то есть когда я тушь только открыла, первое, что бросается в глаза, это, конечно же, щеточка. Она вот такая вот прям супер гибкая. Она мягкая и не царапает века. И эта щеточка очень-очень напомнила мне щеточку от другой туши, которой я пою оды уже пару месяцев. Это Панорама от L'Oréal Paris. Но если Панорама это у нас тушь за 1000 рублей, плюс-минус, то здесь цена 300-400 рублей. Щетки прямо-таки максимально похожие. Я люблю такой формат щеточек в силиконовой форме елки. Щеточка мягкая, века не колет и позволяет разложить реснички или веером, или вытянуть к вискам, создать такой а-ля кошачий взгляд. В общем, щетка прям зачетная. Что касается самой туши. Тушь супер черная. Она кремовая, достаточно мягкая. И если вы не хотите себе, знаете, такой эффект паучьих лапок, супер выразительных ресниц, драматических ресниц, и вы ищете себе такую базовую, хорошую черную тушь на каждый день, то присмотритесь к вот этой вот туши. Она придает длину действительно, объем. Но это не драма на ваших глазах. Сразу предупреждаю. Но я знаю, что многие как раз-таки на каждый день себе ищут нечто похожее. Без драматизма, как говорится. Помогает разделить реснички. Они не склеены. И также тушь классно смывается без эффекта панды. То есть, с одной стороны, она такая кремовая, но с другой стороны, она не размазывается под глазами. Легко удаляется мицеллярной водой даже. Без гидрофильных бальзамов. Но при этом она в течение дня не осыпается, не размазывается, не припечатывается к веку. Короче, все классно. Тушь эта в себе содержит касторовое масло, алантаин, масло ши и пантенол. Специально себе выписала. Потому что, знаете, когда наносишь ее на ресницы, прям вот создается впечатление того, что продукт какой-то ухаживающий за ресничками. На самом деле, ресницы после нее очень мягкие. И в течение дня ее даже в течение дня можно наслаивать. То есть, она на ресничках схватывается, но не делает их, знаете, такими сухими, железобетонными. Есть такие туши, которые ты наносишь на ресницы, и они настолько сильно высыхают, да, что вот если ресницу вот так вот пальцем потрогать, то кажется, что ее можно просто сломать, да, что она сломается из-за того, что она мега сухая. Здесь реснички прям такие, знаете, мягкие и подвижные, но при этом они не отпечатываются и не где не прилипают к вашему веку, да. В общем, поняли, о чем я говорю. Она не делает ресницы каменными. И я знаю, что для многих женщин вот такая вот тушь – это классный вариант на каждый день. То есть, мягкие, подвижные, подчеркнутые реснички, бюджетная стоимость туши. И она приходит еще вот в такой вот картонной коробочке. То есть, она не просто в слюду упакована. В принципе, хороший вариант для подарка, для создания какого-то бьюти-бокса. Очень даже интересно. В общем, тушь могу рекомендовать. Такая, знаете, тушь базовая, хорошая на каждый день, плюс еще с ухаживающими компонентами. Следующее, о чем мы с вами поговорим, давайте, раз уж заговорили про тушь, поговорим с вами о тенях. Вышла новая коллекция у бренда Alien Russia. Бренд Alien я вообще люблю. У меня много достаточно от них продуктов. И этим летом у них вышла новая коллекция декоративной косметики «Белые ночи». В коллекцию вошли два блеска тинта, два оттенка жидких теней, хайлайтер и база под макияж. Кое-что я, конечно же, себе купила. И начнем мы с теней. Тени я заказывала на Wildberries. Вот вы прекрасно видите этикетку, чтобы я не забыла, знаете, откуда я их заказала. И два оттеночка у нас выходят. 81 мята и 82 лаванда. Вообще, конечно же, упаковки мега красивые, очень-очень классные. И сам дизайн теней, сам дизайн упаковки тоже красивый. Вот эти вот крышечки, посмотрите, они такие жемчужные, переливаются. Ну, смотрится классно. В общем, жидкие тени у Alien это в целом хорошие продукты. Но вот эти тени, это вообще что-то с чем-то. Это тени матовые, в очень красивых трендовых оттенках. Зеленовато-мятном и сиренево-лавандовом. И это тени, которые вы можете использовать и на все века. Но я со спонжа наношу эти тени на плотно набитую плоскую синтетическую кисть. И ей уже распределяю по веку. Тени сидят на веке железно-бетонно просто. У меня на правом веке постоянно тени скатываются. Потому что оно у меня максимально нависшее на самом деле. И эти тени держатся даже летом, в жару, с утра до самого вечера. Я была в шоке, приятном. Прямо-таки в восторге, скажу прямо. Оттеночки очень красивые. Зелень и лаванда, они пастельные. Но это исключение исправил. И эти пастельные тени. Они не полупрозрачные. Они не меловые. Они насыщенные. И они напоминают собой какую-то гуашь. Они быстро схватываются. Но, наверное, в этом и их плюс. Но в чем-то их минус. Нельзя нанести на один глаз, потом на второй. Потом растушевать. Нет, с ними работать надо быстро. Но какие же они качественные. Какие красивые оттенки. Мне прям однозначно они нравятся. И в качестве теней. И в качестве подводки. И я их наношу на все веко. Растушевываю. Чуть-чуть складочку выделяю потом сухими матовыми тенями. И пальчиком просто какую-нибудь сияшку добавляю на подвижное веко. И макияж быстрый, бомбезный, просто. И очень красивый. Незатратный по времени. И супер стойкий. Действительно с утра до вечера. Также в этой коллекции вышел хайлайтер. Ну что за красота. Посмотрите, как красиво. И кстати, для кого важно. Вся продукция Alien изготавливается на российских заводах. То есть не где-то там в Корее, в Китае, во Франции, в Германии. А именно на российских заводах. И заводах, я знаю, для многих это прям супер важно. В общем, хайлайтер вот такой в красивейшей коробке. И это первый в коллекции Alien запеченный хайлайтер. До этого у них были только жидкие хайлайтеры. Здесь у нас 7 граммов. И он единственный оттенок в коллекции вышел. Посмотрите, такая, знаете, упаковочка. Ну прям вот минималистичная. И она, не могу не отметить, она прям туго открывается. Надо прям ногтем поддевать. Для меня это минус. И когда я увидела эту упаковку, я такая думаю, так, просто, здравствуй, бронзер от Faberlic. Наверное, где-то на одном заводе изготавливали, потому что упаковка прям максимально похожа. Вот прям максимально похожа. Здесь она более выпуклая и пластик потолще. Но я сразу вспомнила, знаете, вот эти хейтерские комментарии а-ля палетки Шик и Ауэрглаз. И здесь то же самое, да. А Элион подглядели у Faberlic и сделали такую же упаковку. Мне, знаете, как-то смешно аж стало. Но давайте поговорим про хайлайтер. Хайлайтер запеченный. Мне он нравится. Он прям, знаете, такой шелковистый, супер мелкодисперсный. И он, вот знаете, сейчас на ладошке, которая у меня не загорелая, он смотрится немножко золотистым. На лице, на загорелой коже, он у меня смотрится чуть прохладным. И он дает супер влажный эффект. А-ля я чуть-чуть вспотела, но там, где это красиво. Знаете, Илья вынурнула из воды, из океана какая-то русалка. Очень красивое влажное сияние. Да, хотелось бы, чтобы он был чуть более кремовый. Но я считаю, что в целом прям прекрасный вариант, большой объем продукта. Он не подчеркивает неровности, не западает в поры, рельеф кожи не выводит на поверхность. То есть смотрится он красиво. И мне кажется, он больше подойдет для девушек с такой нейтральной внешностью. То есть и не супер белое, и не супер загорелое. То есть я сейчас достаточно загорелое, но и то я его периодически наношу вот прям чуть-чуть. Его можно наносить чуть-чуть для легкого блика. И можно вот прям, знаете, наслоить так, чтобы инопланетяне завидовали просто, что мы тут выныриваем из океанов постоянно. В общем, хайлайтер прям в сердце. Я думала, брать или не брать. Его долго не было в наличии нигде. Но потом он появился, и я сразу же заказала, потому что думаю, ну мне надо. Вот прям хочу. Следующий продукт из этой же коллекции, Белые ночи, это тинт для губ. Тинты вышли у нас в двух оттенках, 0.1 или 0.2. У меня оттеночек 0.2 Pink Eyes. И этим продуктом я пользуюсь с декабря, с января месяца, потому что этот тинт, он был в адвент-календаре Эллен. И там вот прям было написано, что в этом адвент-календаре есть один продукт, новинка будущего года. Но мне кажется, это прям круто. Вообще у Эллен был очень хороший адвент в этом году. Вот, и что касается тинта. Под номером 1 тинт более яркий. Здесь он такой нежно-нежно-розовый. Супер большая кисточка. Запах какого-то сладкого арбуза или ягод. Я не скажу, что он как-то тинтует мои губы. То есть вообще это тот самый блеск, который при соприкосновении с вашими губами через какое-то время приобретает индивидуальный оттенок. И как правило он какой-нибудь жутко поросячий, химозно-розовый, ну и вообще неносибельный. Здесь, несмотря на то, что у меня мой натуральный оттенок губ достаточно интенсивный, вот этой поросячьей радости не возникает. То есть для меня это просто супер комфортный, плотный, такой густой блеск для губ, который приятно пахнет, никуда не утекает и при этом увлажняет кожу. То есть я люблю вот этот тинт носить дома во время тренировки. Я наношу его по утрам на губы и пока я тренируюсь, кожа губ увлажняется и классно пахнет этот блеск, что не может не радовать. В общем тоже могу рекомендовать. По крайней мере оттеночек 02 точно такой вот носибельный, хороший и симпатичный. В целом коллекция порадовала. Получается у меня из этой коллекции нет только базы под макияж. Ну посмотрим, какие наши годы, может еще и возьмем. Так, дальше. Опять же от бренда Alien как-то вот видите меня понесло. Я искала обзор на коллекцию Белые ночи, не нашла, но нашла обзор на тональный крем от Alien и я решила себе его заказать. Уж много сильно хороших комментариев было, что вот этот тональный крем Silk Obsession от Alien это просто что-то с чем-то. Это восхитительный продукт, который обязательно нужно покупать у этого бренда. Я решила, ну купим, купим. Стоимость где-то 700 рублей была на Озон и у меня оттеночек 35. Корица это самый темный оттенок в линейке, но и то он для меня сейчас светловат, такой сероват, сероват, розоват. Но в целом это тот оттенок, который из всех моих тональных средств мне подходит сейчас больше всего. В общем и этот крем идет у нас в формате 35 мл и SPF 10. Приходит вот так вот в стандартные упаковочки от Alien, красиво оформленный, запечатанный и в стеклянной бутылочке с дозатором. Вот, в общем можно придираться к деталям, что тут вот эта черная крышка может как-то не очень красиво, еще что-то. Но, что касается самого тонального крема, это попадание вот прям 10 из 10. Мне этот тон очень понравился и в дальнейшем, когда кожа будет посветлее, там на зиму я буду пробовать еще другие оттенки себе приобретать. Он мне понравился очень. Начнем с того, что этот тон матирующий, а мне как обладательнице жирной комбинированной кожи, это конечно же показано, да, тонирующие тональные средства. Тонирующие, матирующие тональные средства. Вместе с тем, что этот тон матовый, он не глухоматовый, он не создает эффекта маски на лице. Он матирует, но при этом кожа, знаете, не такая вот, как будто ты в муку упала, да. Бывают матовые тональники, которые матируют так, что вообще жизни на лице не оставляют, просто холст, да, на котором ты рисуешь. Раньше я очень любила такие тональные, сейчас я от них все-таки уже как-то отхожу. Вот, может быть в силу возраста, да и в силу, наверное, трендов, да, последнего времени. В общем, он матирует, но кожа при этом выглядит живой, а не пластмассовой. Дальше, он классно перекрывает недостатки. У него, несмотря на такое легкое нанесение, очень хорошая кроющая способность. То есть какие-то там пост-акне, небольшие покраснения, даже без консилера, убирает просто на раз-два и готово. Далее, он не проваливается в поры, он не подчеркивает текстуру, он невероятно невидимо лежит на лице, при этом скрывая все недостатки. То есть ни тона не видно, ни недостатков не видно. И еще, вот знаете, из флакона он не пахнет. А когда ты начинаешь его наносить спонжем, у него какой-то очень приятный, такой сладковатый аромат. Абсолютно не навязчивый, просто такой мимолетный, ну, короче, классный. Тон отличнейший. Прям рекомендую однозначно, если вы обладательница, ну, там, комбинированной кожи, да, склонной к каким-то недостаткам. Вот у меня оттеночек 35 синамон, если вы немножко, синамон, корица, если вы немножко подзагорели. Следующий тон, который я караулила. Я его купила в день старта продаж. Я прям вот такие возлагала на него огромные надежды. И это тональный от Шик, который называется Skin Impression Foundation SPF 50. У меня, опять же, самый темный оттенок 205. Приходит вот в такой вот коробочке. Здесь у нас 30 миллилитров. И изготовлен он в Тайване. Тонкое вуальное покрытие с натуральным финишем. Мгновенно улучшает цвет лица, наполняет кожу сиянием. Невесомая шелковистая текстура, сливается, нивелирует мелкие недостатки. Кожа бархатная и напитанная. Ну и плюс, конечно же, SPF 50. Это огромный плюс. Снова, да, для комбинированной жирной кожи. Очень круто, когда в уходовой линеечке, в уходовом продукте есть уже SPF хоть какой-нибудь. То есть не надо наслаивать вот этот уход, плюс SPF, плюс тон. Если сравнивать эти два крема, вот прям положа руку на сердце, Alien мне нравится больше. Почему этот мне нравится меньше? Во-первых, мне не подошел оттенок. Он для меня серый. Он для меня прям какой-то серый сейчас. Но опять же, я загорелая. А загар у меня такой, знаете, карамельный, янтарный. Тон вот с такой вот пипеточкой. Его, ну, он жидкий. Его нужно обязательно хорошо встряхивать. Перед применением, знаете, не совсем то, что хочется делать там по утрам, когда ты куда-то опаздываешь. Да, еще тональником трясти. Ну да ладно, он достаточно жидкий. Я наношу его при помощи спонжа. Может быть, потому что мне не подошел оттенок. Я буду этот тональный использовать дальше, когда буду посветлее. Но на моем лице он заметен, этот тон. Он, тон заметен получается, да. Ну, то есть, вот я вижу, что мне белое лицо. Ну, ладно, спишем. Самый главный недостаток этого тона для меня в том, что он не матирует, хотя заявлено, что он должен матировать. Он просто невидимый на лице. В плане того, что он не скрывает какие-то недостатки. То есть, если у вас идеальная кожа, нет расширенных пор, и все у вас прекрасно, но вы просто хотите как-то освежить немножко тон, чуть-чуть его как-то выровнять, то вот этот продукт вам подойдет. Знаете, это какая-то бибишка больше, что ли, чем тональный крем. То есть, тональный, как они назывались-то, ушик, которые выходили раньше, я вам прикреплю картинку, да, где оттеночки там 100, 101, 102, 103, 104 вот вышел сейчас. Увлажняющий тональный крем, он лучше перекрывал, он был более каким-то носибельным для меня. Я его повторяла неоднократно, три тюбика, да, покупала. Вот этот тон буду тестировать дальше, но сказать, что вот прям влюбилась, люблю не могу, не могу. Следующий продукт от бренда Шик, опять же, это тот продукт, в который я влюбилась. Мне в подарок за заказ положили тестер, я протестировала. И вот у меня, у человека, который не любит кремовые продукты, в арсенале появился кремовый скульптор в оттенке 02. Сейчас вышли новые оттенки, но 02 для меня идеально подходит. Это скульптор немножко с теплинкой. Часто скульпторы на моей коже все выглядят какими-то серыми, мертвецкими. А здесь он чуть-чуть, ну такой холодный коричневый, но живой холодный коричневый с легкой теплинкой. Еще раз повторюсь, в общем, красивая упаковка, вот просто бронзовая богиня вошла в чат. Очень красивая упаковка, и мы немножко жамкаем этот скульптор в руке. Я наношу на кисть три капли и делаю себе коррекцию, потом припудриваюсь. Выглядит невероятно естественно, невероятно красиво, в течение всего дня, даже летом держится. И мне прям вот этот контуринг скульптор очень понравился. Если у вас кожа, как у меня, такая янтарно загорелая, да и посветлее, когда будете, этот контуринг идеально вам подойдет. Прям очень-очень нравится, но там еще четыре оттенка, по-моему, других есть, поэтому посмотрите, по оттеночку можно определиться. Качеству претензий нет. Тушуется прям тонюсенько, на лице не заметен, красиво, очень-очень естественный финиш. Далее мы с вами говорим про макияж лица. И моя находка это консилер, который я давно хотела попробовать, но этих консилеров очень долго не было в продаже. Может быть, там что-то с производством было не так или что-то пошло не так. Но вот этот консилер, когда он появился уже, знаете, и на озон, и в магнит косметик, и можно было выбрать, где подешевле, я думаю, ну уже судьба, надо брать. Это консилер, консилер имитейшн от Инфлюенс Бьюти. Это консилер, который разработан специально для нанесения под глаза и на века. Пахнет он, да ничем он не пахнет, чуть-чуть какой-то сладковатый, очень-очень отдаленный аромат. Этот консилер делает кожу более свежей, отдохнувшей, какие-то небольшие там припухлости, да, еще что-то, там темноту какую-то под глазами. Он перекрывает прекрасно, но при этом он не утяжеляет, он не скатывается, он не подчеркивает морщинки, он здорово увлажняет. И у него в составе есть, знаете, такие супер мелкие сияющие частички, которые вот просто создают сияние молодой, отдохнувшей, упругой кожи. Супер классный консилер под глаза. Также я его брала там рублей за 300, там плюс-минус, смотрите, где дешевле. Всего три оттеночка в линейке. И у меня самый темный 03 Medium Light. Ну, нормально. Мне даже вот сейчас нормально, потому что все равно зону под глазками мы высветляем, да, чтобы она выглядела более свежей. И последний продукт из спектра декоративной косметики. Это карандаш для губ от Шик в оттенке Гарда. Я пользуюсь им уже давно. Посмотрите, тут уже вот как бы от карандаша осталось не так много, но почему-то я вам его не показала. Вообще у меня несколько карандашей от Шик для губ. К качеству претензий нет. Это самые классные карандаши в дереве, которые я когда-либо пробовала. Они очень мягкие. Ну, ими там и плюс миллиметр можно себе подарить. И губы заштриховать. В общем, к качеству претензий нет. Максимально классные они. Но что касается оттенка Гарда, это самый неуловимый оттенок. Он появляется, его сразу везде разбирают. Поэтому, если где-то увидите, поймаете еще по какой-нибудь скидке, то прям берите, не сомневайтесь, супер трендовый, достаточно холодный, темный, коричневый оттенок. Я с этим карандашом ношу сейчас и красную помаду. И помаду цвета фуксии, и цвета черешни, и нюдовые помады различные, и блески. То есть супер трендовый, холодный, темно-коричневый карандаш. Но опять же, это холодный, не в оттенке, ну, как бы труп невесты, да, скажем, а в оттенке живой женщины красивых губ. Очень красивый оттенок. Кто со мной согласен, пишите в комментариях. Я думаю, что вот такой вот оттеночек гарда должен быть у каждой девушки, у каждой женщины в косметичке. Он мега универсальный. Я вот даже в отпуск ездила, я с собой брала только этот один карандаш для губ под все помады, под все блески. Потому что он супер-пупер классный. Так, ну, давайте еще с вами поговорим. Теперь про уход за лицом давайте поговорим. Вот такие вот пилинг-пэды от бренда Шик. Это еще старый дизайн, да, такой розовый. Но скоро у них поменяется дизайн, будет бежевый, бежево-серый, как у всей линейки Шик Студио. Сейчас вообще я использую комплексный уход за кожей лица от бренда Шик. Мне он нравится. И тонер классный, и крем. Ну, в общем, вся линейка хорошая. Но почему я обратила внимание именно на пилинг-пэды? Потому что они мне вот прям удивили, знаете, с первого применения. В упаковочке здесь 50 штук. Вот так вот откручиваете. Здесь я вот эту мембрану не удаляю до конца, чтобы они не высыхали. Есть щипчики, чтобы было удобно доставать. И эти пилинг-пэды, они двусторонние. Сначала вы протираете очищенное лицо рельефной стороной с более жесткой такой абразивной сеточкой, для того, чтобы улучшить кровообращение, для того, чтобы улучшился цвет лица, для того, чтобы снять какие-то омертвевшие клетки, остатки макияжа, может быть, или там геля для умывания. А потом вы переворачиваете пэд и протираете уже лицо гладкой стороной. Кожа напитывается, увлажняется, какие-то шероховатости, если есть, они приглаживаются. Кожа просто сияет красотой. Супер классные пэды. Их можно использовать и утром перед макияжем, для того, чтобы вау-бабах был ваш красивый макияж. И на ночь, как средство для очищения кожи, здесь в составе кислоты гликолевая, бактобионовая, салициловая, гиалуроновая кислота. Также комплекс растительных экстрактов и алантаин. И здесь прям очень классный состав, который осветляет кожу, то есть удаляет пигментацию, выравнивает тон, увлажняет, напитывает, успокаивает, делает кожу более упругой. Мне прям эти пэды очень понравились. Поэтому, если где-то вот еще остатки вот этой старой партии вы найдете, купите, на рандеву точно есть. Я вот вчера смотрела, чтобы состав обновить в памяти, на рандеву есть. Кстати, промокод на рандеву со скидкой 10% тоже есть. Это не реклама, это дружеский вам промокод, да, для того, чтобы подешевле купить. Сделаны они, кстати, в Корее. Супер классные пилинг-пэды. Также по уходу за лицом продукт из сетевой компании Арифлейм. Мне очень понравился вот этот вот микро-мульти-спрей-мист от Novage Proceuticals с лактобионовой кислотой и альфа-глюкан-прибиотиком. Этот спрей, понимаете, это не просто водичка, которую ты нанесла на лицо, там что-то чуть-чуть увлажнилось и как бы хорошо. Нет. Если даже сравнивать с спреем Ваунд, который я очень люблю от Арифлейм, Ваунд, он дает больше такой визуальный эффект, да, то есть кожа мгновенно красивая, отдохнувшая, свежая. Здесь эффект именно изнутри супер классно увлажняет кожу. Я утром умылась и потом у меня тренировка. Я наношу этот мист просто на лицо перед тренировкой и у меня кожа не требует крема. У меня кожа вот прям напитанная, увлажненная. Также этот спрей борется с несовершенствами, заживляет какие-то прыщички ранки, кстати, как и вот эти пэды. Если я вижу, что там какой-то прыщик или что-то там, какая-то сыпь появляется, да, на лице мелкие прыщички, я пользуюсь этими пэдами. Все уходит буквально за два дня. И здесь также этот спрей, он восстанавливает барьерную функцию вашей кожи, защищает ее и супер увлажняет, питает и выравнивает ее баланс. И водный баланс, и липидный баланс. В общем, очень классный спрей. 100 мл. Тут супер мелкое распыление. Вы можете использовать этот спрей как самостоятельно, так и под уход, так и на уход, так и в течение дня, чтобы увлажнить кожу прям поверх макияжа. Очень классный продукт. Знала бы, что он такой классный, я бы по акции купила себе штуки три. Вот честно, прям зачетный. Следующий продукт, на который я не возлагала надежды, это крем за 250 рублей от Фаберлик. Крем для тела, для упругости ягодиц из линейки Самбо Дель Рио. Это лимитка. Здесь 150 мл, 250 рублей по цене каталога, плюс еще там скидка консультанта 20 или 26%. То есть крем для тела, даром практически, с очень приятным таким сладковато-кокосовым ароматом, плюс кислинка ананаса и что-то еще на тропическом. Это крем Баттер, он достаточно плотный. Я люблю его наносить именно на ночь на свое тело. Он прям, знаете, моментально распределяется. Вообще к кремам от Фаберлик у меня часто вопросики, потому что они там полосят, где-то плохо впитываются, создают какую-то пленку на коже. Ну, знаете, такое, как бы, ну нормально, но не то, чтобы вот прям хотелось повторять и повторять. А этот крем моментально впитывается. У меня сейчас кожа влажная, да, потому что очень душно. Он моментально просто впитался, распределился, легкий аромат оставляет. Какая с ним напитанная и упругая кожа. Да, это крем для упругости ягодиц, но я наношу его на все тело, потому что я хочу быть упругой, а вся, а не только ягодицы. И он имеет классный накопительный эффект. То есть ты им пользуешься, и после того, как ты его смыла, нет эффекта сухости. То есть действительно он ухаживает. Тут в составе прям целая куча различных масел, да, мы с вами рассматривали уже состав. Да, здесь есть и глицерин, но здесь и кокосовое масло, и фруктовые соки, и экстракты, и что тут еще. В общем, много всего. Какао масло в составе также, фруктовые экстракты, фруктовые соки, экстракты цветов. Да, из минусов здесь есть диметикон, силикон, который мгновенно придает вашей коже гладкость и упругость. Но если вы днем используете этот крем, да, под шортики, то, наверное, это резонно. Однако я его использую на ночь. Мне диметиконы в составе крема для попы не нужны. Однако у него классный накопительный эффект, поэтому я закрыла глаза на эти диметиконы. И знаете, вот те участки тела, которые более сухие, прям впитывают этот крем, кушают с удовольствием. А вот, например, декольте, я утром просыпаюсь и понимаю, что крем, ну, как бы он остался, кожа его не забрала. Но вместе с тем, хоть там есть диметиконы, да, никаких там прыщей, например, высыпаний этот крем не вызывает. В общем, рекомендую за свою цену. Это просто супер бьюти-находка. И последний продукт, который я вам сегодня покажу, это продукт для кожи головы. Я начала его использовать, пока использовала два раза, то есть, ну, особых результатов, конечно же, я не увидела. Но, в общем, у бренда Шик Студио вышла целая линейка по уходу за волосами. Цены там, я скажу, вообще, конечно же, не совсем приятные. Но очень мне захотелось вот такой вот спрей для кожи головы с капексилом. Увлажняет кожу, укрепляет волосы, стимулирует их рост. В составе бисоболол, какой-то там запатентованный комплекс и еще натуральный комплекс ботаника. В общем, Наталья много про этот спрей рассказывала. Она тестировала его год. И у нее за год отросли, знаете, вот эти вот маленькие антенки, волосики по всей голове. И я тоже решила, что мне надо для того, чтобы, ну, я восстанавливаю волосы, да, после двух родов, после двух длительных-длительных кормлений. И, конечно же, я думаю, возьму. Возьму вообще сто лет уже ничего вот там в кожу головы не втирала. Я взяла этот спрей. Он приятно пахнет. Немножко каким-то ментолом или согревающей мазью. Я наношу его, его нужно наносить на чистую кожу головы. То есть после мытья я наношу по пробору. Где-то там тут пшикнуло, там пшикнуло, да. И массажером для кожи головы вот так массирую. Спрей не утяжеляет волосы, не жирнит кожу головы. И действительно имеет такой, знаете, не поймешь, то ли это согревающий, то ли это охлаждающий эффект. Но очень классный. То есть чувствуешь, что он работает и аромат прям супер. Мне очень понравился. В общем, буду ждать. Результаты через год посмотрим. И, конечно же, я думаю, одной баночкой тут не обойдешься. Нужно там на курс, ну на год, да, наверное, баночки 3-4. Хотя тут распыление достаточно мелкое. Но буду пробовать. Может быть, со временем возьму себе всю линейку по уходу за волосами от шик. Посмотрим. Но вот спрей мне очень прям сильно хотелось. В общем-то, если вы пробовали что-то от шик линейку по уходу за волосами, то напишите, пожалуйста, как вам. И со временем вся уходовая линейка за лицом также будет вот такого вот нейтрального серо-бежевого оттенка. Вот такое видео получилось у меня сегодня почти на 40 минут. Но я надеюсь, что оно было для вас интересным, информативным, полезным. И вы с радостью со мной провели время. Жду ваших отзывов на те продукты, которые показала сегодня. Что вы пробовали. Если чего-то не пробовали, то что же вам захотелось купить. А может быть, вы наоборот посмотрели мой обзор, хотели какой-то продукт и сказали себе нет. Это мне точно не надо. Не хочу, покупать не буду, деньги целее будут. В общем, жду вас в комментариях традиционно. И желаю вам традиционно хорошего настроения и отличной погоды за окном. И до скорых встреч на моем канале. Ставьте лайк, если это видео вам понравилось. И пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok